Представляю вам седьмой бой вечера. Весовая категория до 66 килограмм, пол легкий вес, три раунда по пять минут. В синий угол октагона приглашается Гранд Бабакихян. Итак, Гранд Бабакихян. Амбициозный и быстро набирающий обороты армянский боец, представляющий Российскую Федерацию. Ждем его появления. Вот и он тренируется в гранд-зале «Львиное сердце». И, как вы понимаете, со спарринг-партнерами у него вообще нет никаких проблем. Разве что большинство именитых, а до клубников несколько крупнее. Хотя наверняка Армен Гулян вполне подходит по габаритам. Дебют по праве состоялся в ноябре 2017 года. И тогда Бабакихян проиграл раздельным решением представителю Литвы Зигимантасу Ленаускасу. После Гранд взял паузу на полтора года, а вернувшись, принялся буквально сносить своих соперников. Было два успешных выступления на турнирах Куликово-Поле. Так что это место в каком-то смысле фартовое для Бабакихяна. Плюс было еще две победы над Эдуардом Тамалом и Данилой Обмельчуком. Всего четыре победы, одно поражение. Все победы досрочные. Две нокаута и столько же приемных. Вот такой боец Гранд Бабакихян. Еще, конечно, прогресс зала «Львиное сердце» нельзя не отметить. В последнее время они берут не только качеством, но и количеством спортсменов. Итак, ждем его соперника, Мурада Шахбанова, который, насколько мне известно, выходит на короткое уведомление. Приглашается его соперник Мурад Шахбанов. И его соперник, все верно, Мурад Шахбанов. Восемь побед, четыре поражения. Его профессиональный рекорд. Приглашается он на арену. Дебютировал он в 2011 году. В тот год он провел три поединка, все выиграл. Затем у него было поражение удушающим приемом в первом раунде от Богомы Ника Багаева. Затем три победы подряд. И снова два поражения. После этого в 2014 году одержал победу над Вячеславом Савиным. Также в 2015 году одолел Альзамбека Надирова. И свой последний поединок проиграл Тофику Мусаеву. Неплохо достаточно работает он на ногах. Постоянно пытается переводить соперника в партер. Вяжет здорово в клинче. Атакует там коленями. И затем переводит в партер. Ну вот в том числе в поединке с Тофиком Мусаевым пытался переводить постоянно своего оппонента. И даже несколько раз у него получалось. Но в конечном итоге к третьему раунду Мусаев приноровился и сумел одержать досрочную победу. Тофик действительно очень стойкий спортсмен и выносливый. С синего угла октагона боец из России. 22 года. 170 сантиметров. 68,7 килограмм. Рекорд 4 победы. Одно поражение. Мастер спорта по боевому самбо. Верный сын армянского народа. Представляет Кёниг Файт Клуб Калининград. Россия. Гранд. Баба Кихен. В Красном углу октагона боец из России. 31 год. 181 сантиметр. 68,2 килограмма. Рекорд 3 победы. 0 поражение. Представляет Клуб Волк. Москва. Россия. Мурат Шахбанов. Бойцы на середину. На середину. Внимательно слушаем мою команду. Уважаем друг друга. Соблюдаем правила. Пожали руки. По углам. Ну что ж, Гранд. Баба Кихен против Мурата Шахбанова. Мурат на 11 сантиметров выше и на 9 лет старше. Плюс он выходит на коротком уведомлении. Бэц готов? Бэц готов? Первый раунд. Бой! Первый раунд. И сразу же Гранд Баба Кихен занимает центр клетки. Начинает прессинговать. Работает в правосторонней стойке. И вот так провоцирует соперника. Хорошо поддавливает, работая в правосторонней стойке левшие. Гранд Баба Кихен. Да, поддавливает. Но вот только сейчас отлично апперкот у него заходит. И здесь же хайкик пробивает Баба Кихен. И посмотрите, какие хлесткие и легкие удары у Гранда. И сумасшедшая поддержка у него в Калининграде. Кстати, вход свободный. И еще один апперкот. Ну, тут может все и нокаутом закончиться. Хаммерфисты пошли в дело. Идет на добивание Гранд Баба Кихен. Да, пытается спастись в борьбе. Буквально Абурат Шахбанов. Не получается. И да, позволяет подняться Гранд сопернику. Все делает правильно Гранд Баба Кихен. Соперник в состоянии Гроги находился. И нужно развивать успех. Ни в коем случае нельзя застаиваться. Просто превращается в мишень. Мурат. Церепятец отступает назад. И Гранд спокойный. Безраздельно властвует в клетке. ММА Сириес. Да, вот так интересно. Действует Гранд Баба Кихен. Меняет стойку с разворота. В корпус. И тут же левый. Заходит короткий боковой. Жесткий удар по ребрам был. Да, и боковой удар. Все точно в цель. Удары на любой вкус. Летят со стороны Гранда Баба Кихена. Делает все, что хочет. Старается работать филигранно. Точно, изящно. Гранд Баба Кихен. Вновь на стиле Мурат. Но нет, в борьбу. Гранд не пойдет. Подсушивает ноги. Обойди ноги. Подойди, обойди. Не стесняйся. Да, да, да. Проходи, проходи. А корпус? Корпус пробивает корпус. Тихание перебить надо. Причем Баба Кихен вкладывается в каждое свое попадание. Да, очень жесткий боец. Не дает пока подняться. Мураду Шахбанову пытается достать его. Был удар в пах. Небольшая пауза. Сейчас придет в себя Баба Кихен. Но вряд ли уменьшится его настрой. Ну и, конечно, это было время на восстановление для Мурада Шахбанова. После пропущенных ударов. Еще один удар. Справа попадает Гранд Баба Кихен. Боковой контроль. Отключает руку. Да, пытается взять на раз пять. Выкручивается Мурад. Спасается пока в борьбе. Отдает шею. И тут же колено по корпусу. Шанс для Мурада Шахбанова. Впервые в этом поединке. Менее двух минут до конца первого раунда. Мы говорили о том, что Мурад Шахбанов достаточно неплохо борется. И вот сейчас он пытается использовать борьбу. Колено. Жестко пробило Шахбанов. И удар в корпус. Мощнейший. Очень сильный удар, да. Несколько ударов пропускает Мурад Шахбанов. Сколько же можно терпеть? Вновь пробивает ноги сейчас. Гранд Бабакихян подсушивает бедра. Да, пытается бороться. Приглашает в борьбу. И вот такой рубящий удар в исполнении Бабакихяна. Зумасшедшие цифры с точки зрения статистики. Всего минута. И повисает пока только один вопрос в воздухе. Этот бой зайдет на второй раунд или нет? Да, пока все похоже на 10-8 в пользу Гранда Бабакихяна. Один небольшой шанс в борьбе был у Шахбанова. О, у кого колено прыжки. Креативно. Изящно работает Гранд. Но попал в корпус. Продолжается атака. Спиннинг-бэк. Кик пробивает Бабакихян. Попытка прохода от Шахбанова. Неудачно. Вот в такие моменты, мне кажется, Гранду неплохо было бы дать возможность подняться оппоненту и дальше продолжать работать в стойке. Потому что там у него все получалось. Забирает спину Гранд. Последние секунды. Не удается как следует освободиться Бабакихяну для того, чтобы наносить удары. И сейчас уже будет гон. Да, вполне возможно и 10-8. Фулл маунт. И первый раунд завершен. Ну вот складывается ощущение, что Гранд Бабакихян не на все 100% работал в первом раунде. Именно поэтому бой зашел во второй раунд. То есть придерживал немножко свои силы. Возможно, хочет продышаться подольше, поработать. Прочувствовать клетку соперника. Ну и смотрим наиболее яркий момент. Это как раз тот самый апперкот. И местами этот бой напоминал пресноправедный поединок между Фабрицио Вердумом и Алистером Аверимом. Еще в страйк-форсе. Когда Аверим раз за разом опускался на настил и приглашал Аверима в борьбу. Но ничего не получалось. Да, Аверим не шел тогда бороться. Пометуя о своем первом поражении от Фабрицио Вердума, мастера партера. Ну а у нас на очереди раунд под номером два. Так, смотрим, изменится ли характер этой встречи. Вытирает стопы Гранд Бабакихян. И Деловит идет вперед. Даже не поднимает руки. Уверен он в своей реакции. Только сейчас уже заходит на среднюю постепенно. Поддавливает соперника, но при этом дает тому возможность начать атаку. Однако Мурат Шахбанов не спешит. Хайкик заходит у Гранда Бабакихяна. Причем с обманкой тоже. А в последнее время этот удар становится все более и более модным, если угодно. И здесь Торнадо фактически. Потрясен сейчас Шахбанов. Да, совершенно точно соглашусь с тобой, Давид. Не дорабатывает Гранд. Останавливается. Причем делает это абсолютно умышленно. Да, отпускает соперника. Дает возможность поработать. Уверен в своих силах. Уверен, что может завершить поединок. Но хочет немножко больше времени провести в клетке. Но при этом, конечно, надо быть очень внимательным ему, поскольку можно пропустить удар. Мы знаем, что таких моментов и таких поединков была масса. Посмотрите, Шахбанов просто не выбрасывает удара. Вот только сейчас впервые, наверное, секунд за 40-50 слегка огрызнулся и пробил левым боковым. Еще один удар по корпусу. Мощное попадание от Бабакихяна. Колено в прыжке. Начинается борьба. Полный маун. Пошел душащий и тут же сдается. Мурат Шахбанов. Досрочная победа армянского спортсмена. Пятая победа в карьере. По-прежнему все победы досрочные. Да, очень интересный боец. С огромной перспективой. Будем ждать его дальнейших поединков. Показал невероятное сегодня выступление. Колено, кстати, было, как говорится, мимо кассы. Да, в корпус, по-моему, пришлось. В любом случае, скажем, огромное спасибо Мурату Шахбанову за то, что он спас вообще этот поединок. Выйдя на коротком уведомлении. Да, чудо не произошло. И грант Бабакихян празднует успех. Звучат громкие аплодисменты. Еще раз отметим серьезную группу поддержки у гранта. И давайте еще раз насладимся повторами этого прекрасного поединка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok